Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Очень надеюсь, что выходные прошли хорошо, без всяких неприятных сюрпризов вы смогли собраться силами, чтобы с него не снова уже броситься в бой за спекулятивными целями, которые мы поставили давно. Хотя больше трейдинг последних недель похож на ожидания, поскольку мы понимаем, то, что сейчас рынок абсолютно непредсказуем, сейчас на рынке доминируют опасения, страхи, мы о них поговорим чуть позже, и это не дает сейчас возможности выдохнуть доллару, который реагирует, опять же, за динамикой национального долгового рынка и, соответственно, вынужден сейчас отдавать позиции более, скажем, с точки зрения статуса защитных активов, более привлекательным инструментам. Поэтому мы видим в последнее время активный рост иены, активный рост франка, долговых ценных бумаг и, собственно, золотого актива. Хотя такая динамика характерна сейчас и для всего рынка драгметаллов. Но думаю, что это не вечно, поскольку даже поверхностный анализ, опять же, недельные результаты, которые были подведены после столь волатильной пятидневки, говорят о том, что реакция трейдеров, которую мы видели в последнее время, была слишком панической. Трейдеры, может быть, преувеличили те риски, которые сейчас имеют место быть на рынке. И если это действительно так, мы о позиционировании чуть позже также коснемся, этой темой поговорим. Но я думаю, что рынок, он сам прекрасно даст нам знать, стоит ли сейчас снова возвращаться в сделки, которые направлены на рост американцев. Я считаю то, что переломный момент уже не за горами, потому что понемножку видим то, что и фондовые рынки также уже начинают смещаться с отрицательной территорией на положительную. Давайте по порядку. Не забывайте о том, что сегодня в 16.30 по московскому времени состоится очередной вебинар, правильный понедельник, где мы традиционно пробежимся по основным событиям прошлой недели. Посмотрим за реакцией активов на эти события. Поглядим, на что стоит сделать особый акцент в рамках предстоящих пяти дней. Ну и поставим недельные ориентиры, соответственно, по наиболее ликвидным валютным парам. Вебинар состоится в 16.30 по московскому времени. Еще раз говорю о том, что время может меняться в плане того, что я готов подстроиться, если будет необходимость провести вебинар чуть позже. Просто нужен обратный фидбэк, обратная связь о том, что было бы неплохо перенести вебинар, соответственно, на час вперед, ну или на какое-то любое время. Поскольку именно вследствие таких призывов мы перенесли его с 15.30 до 16.30, и стоит признать, что посещаемость, конечно же, увеличилась. В общем, если есть в этом необходимость и потребность, я всегда готов пойти вам навстречу и скорректировать расписание вебинаров, которые посвящены, опять же, фундаментальной оценке, то есть вебинаров правильный понедельник. В 16.30 по московскому времени, еще раз повторяю, буду рад вас всех там видеть. Давайте начнем традиционно с динамики черного золота и курса российской валюты. Нефть сейчас снова является динамично растущим активом. Если мы начнем, скажем, проецировать эту динамику, которую показывал этот актив в рамках заключительной торговой сессии, в процентный эквивалент стоимости, то действительно восходящее движение было серьезное. Больше 5% и, в частности, закрытие к 32.74. Я говорил о том, что лучше покинуть расположение этого актива с отметки 32. Надеюсь, вы воспользовались этим советом, потому что прекрасно понимаете, что если до этого рынок провоцировал возможность локального восходящего движения даже до 35 долларов за баррель только по факту ожидания того, что встреча между Россией и ОПЕК произойдет, то появление дополнительных комментариев сейчас может освежить эту идею и снова стать причиной роста позиций черного золота как бренда, так и WTI. В принципе, сейчас именно это и происходит, потому что на выходных снова стали активно обсуждать тему. Точнее, даже не на выходных, а в пятницу. В выходные, может быть, этот спекулятивный настрой еще усилился, потому что сегодня утром мы получили очень слабые данные по Китаю. В частности, экспорт в годовом эквиваленте просел на минус 6,6% против прошлого снижения на минус 1,4%. Импорт минус 14,4% против прошлого минус 7,6%. И пока эта статистика не нашла своего негативного отражения в динамике черного золота. Хотя, если вы помните, последние месяцев 5-6, каждый раз, когда мы получали очередное подтверждение слабости Китая, который призывает к тому, чтобы не верить в Китай и сохранять позиционирование с точки зрения того, что Китай продолжает жесткую посадку, это находило тут же отражение в динамике Brent, поскольку товарное сырье, разумеется, не могло просто на это не реагировать. Потому что, если снижаются показатели торгового баланса, это напрямую то, что будет сказываться на темпах экономического прироста. И если нет веры в то, что УВП будет расти, значит, нет возможности надеяться на восстановление спроса. Поэтому эта тенденция, этот тренд, мне кажется, даже один из определяющих факторов разгрузки позиций углеводородов на протяжении всего прошлого года. Вы знаете, что первая причина – это расхождение спроса и предложения. Вторая – это как раз Китай, который до сих пор сеет панику на рынке и провоцирует вот этот негативный фон, который заставляет периодически трейдеров настолько сильно паниковать, что мы видим безудержный рост, опять же, защитных активов, такие как франк, йена, драгметаллы и облигационные бумаги. Сейчас, я надеюсь, что все-таки в ближайшее время мы увидим смену рыночных настроений, но хотелось бы сначала сперва увидеть хорошую статистику по Китаю, пока ее нет. И если говорить про возможное поведение черного золота, наверное, все-таки бренд не может не отреагировать, не сложить в основу собственной стоимости слабую статистику по Китаю. На прошлой неделе вы знаете, что по причине Нового года Китай отсутствовал на финансовых площадках. Мы ждали, опять же, когда он вступит в игру. Вступил, мне кажется. И я считаю то, что эта статистика может быть определяющим с точки зрения негатива для разгрузки углеводородов в ближайшее время. Хотя даже без Китая у нас достаточно факторов, чтобы делать ставку на ослабление этих активов. Что могло подлежать позиции бренда? Ну, может быть, статистика по числу буровых в США. Вы знаете то, что на этот, скажем, фундамент мы также обращаем внимание. В последние месяцы буровые количество их снижается в США. Точнее, даже не последние месяцы, а последний год. Раньше их было больше 1200. Сейчас мы видим последнюю актуальную цифру 541. То есть, минус 30 за последнюю неделю. И для нефти, которое, по сути, лишено какой-либо фундаментальной поддержки, ну да, это возможность подрасти. Поэтому сейчас мы видим локальное снова бучей ралли. И действительно, бренда пытается вернуться к уровню сопротивления 35 долларов за баррель. Актуальная котировка 33.16. Хотя за последние несколько минут, допускаем, она могла немного измениться. Советую не поддаваться вот этому локальному ложному бучей ралли. Пусть оно состоится. Давайте понаблюдаем за ним. Но все равно готовимся к тому, чтобы последовательно и дальше распродавать бренд. Потому что знаем, что общий фундамент, он по-прежнему располагает именно к такому сценарию. Ждем соответствующих сигналов. Дополнительной поддержки. Может быть, запасы нефти на этой неделе также будут сигнализировать о росте нефти в США. И тогда этот фундамент уже станет еще одной причиной для локальных потерь, которые, будем надеяться, в ближайшее время перерастут в такое затяжное коррекционное снижение, ослабление, способное привести бренд в район нашей долгосрочной цели около 25 долларов за баррель. Пока на этот уровень и ориентируемся. Российская валюта 78,16. После достижения сопротивления 80, когда располагало этому, соответственно, ослабление нефти, сейчас вслед за восстановлением этого актива мы видим укрепление позиций и курса рубля. Но это тоже временное явление, потому что не нужно вводить даже себя в заблуждение, полагая, что у рубля есть возможности для восстановления. Давайте не будем останавливаться на этом в очередной раз. Вы и без того прекрасно понимаете, что у нас высокая коррекционная связь, и прежде чем мы заговорим о каком-то среднем и уж тем более долгосрочном восстановлении рубля, нужно получить убедительный и весомый сигнал того, что и в нефть поверили, и нефть дальше будет расти, стремясь в район 50 долларов за баррель. Этого сейчас нет. Поэтому мы настраиваемся на самый мрачный, пессимистичный сценарий, который может стать причиной очередной просадки рубля в район 85. Но сначала снова метим на отметку 80. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки 1.12. В частности, мы с вами ориентировались на торговую сессию пятницы, и я говорил о том, что в пятницу мы можем увидеть разгрузку главного рискового инструмента. Причин было достаточно. Во-первых, это традиционный пятничный эффект, когда после состоявшегося ралли трейдеры, воспользовавшись... Фиксирует достигнутый профит, и фиксация профита провоцирует обратную тягу. Соответственно, если у нас ралли был исключительно вверх, за неделю мы видели, как евро набрал около 200 пунктов, то в пятницу фиксация этих результатов привела к техническому откату. Евро скорректировался и позволил нам поймать наш отложенный ордер, оказаться сейчас в рынке. В частности, уже профит около 60 пунктов, потому что мы в рынке с уровня 1.12.70. Можно, конечно же, хорошо, позитивно начать эту неделю с первого профита по евро-доллару, тем более, что полноценная торговая сессия еще впереди. По сути, состоялась только азиатская. И порадовать себя вот этим профитом в 60-70 пунктов. Если вы хотите, можете закрыть сделку прямо сейчас. Но в лучшем случае, учитывая то, что вероятность все-таки восходящего движения и продолжения восстановления евро очень высока, я действительно допускаю то, что евро нацелилась на очень высокую для себя цель с учетом актуального фундаментального фона. Этой целью может быть уровень 1.15. И сейчас, коррекция, хотелось бы думать о том, что это разворот, который постепенно приведет нас к более системному отложенному ордеру, который находится в районе 1.10. Но все-таки, как я уже отметил, риски того, что ралли возобновится восходящее, также присутствуют. Поэтому, примите решение для себя, фиксировать профит текущий или нет, но, по крайней мере, переведите этот ордер в состояние без убытка. То есть, поставьте, соответственно, стоповое ограничение в районе открытия. Вернемся теперь к причинам разгрузки евро. Как мы уже отметили, одна из них – это технические факторы обратной тяги. Второй момент – фундамент. В рамках недели мы получили несколько сигналов того, что евро остается фундаментально, остается аутсайдером. Давайте не будем сейчас накидывать баллов этому активу из-за ее статуса фондирования и финансирования, потому что, действительно, из-за крайне низких процентных ставок рыночная паника позволяет использовать этот актив, в том числе и для операции Керри Трейта. Фундамент сигнализировал о том, что Германия, в частности, торговый баланс, промышленный сектор, будет уже не локомотивом восстановления, а, может быть, даже таким якорьком сейчас, который негативным образом скажется на темпах восстановления всей экономики еврозоны. После этого мы стали ориентироваться на тот фундамент, который пришелся уже на заключительную торговую сессию прошлой недели на пятницу. Напомню, что главное событие – это выступление ФРС, точнее, выступление председателя ФРС Жанна Тьеллина, а потом мы ориентировались на целый блок макроэкономических данных по еврозоне. И в пятницу, в частности, давайте поговорим теперь о самой статистике индекс потребительских цен Германии. Думаю, что по экономическому календарю, да и по динамике евро, было уже ясно, что показатель очень плохой. Это не просто дефляция, которая была, согласно даже прошлой оценке, минус на целых 80%. Мы видим то, что по-прежнему эти риски актуальны, и Германия, ну, по крайней мере, в месячных эквивалентах, никак не может выбраться из-за вот этих отрицательных значений инфляции. ВВП – 1,3% против прошлого – 1,7%. В частности, квартальный ВВП – 0,3% против прошлого – также 0,3%. Допускал я, конечно же, возможность увидеть более слабый квартальный отчет, например, 0,2%, но мы видим то, что статистика получше, но все равно не настолько, чтобы заставить трейдеров поверить в то, что и фундамент стал сигнализировать о возможностях покупки евро. Этого не происходит. Далее, аналогичные данные по еврозоне в целом. Отчет ВВП – 1,4%, точнее, 1,3%, минус 1,3% в годовом эквиваленте против прошлого роста на 1,4%. Здесь контраст просто чудовищный. Что касается промпроизводства, здесь также очень слабая цифра. Я думаю, что на промышленном секторе, наверное, останавливаться мы же не будем, потому что промышленный сектор и вовсе является самым аутсайдерным звеном, который может сказаться и повлиять на темпы экономического роста. Действительно, промышленность переживает сейчас, наверное, худшее время за последние 15 лет, и это, собственно, стало причиной того, что и прогнозы по экономическому восстановлению пересматриваются также регулярно. Поэтому не забывайте о том, что такая слабая статистика, она не просто так сигнализирует о том, что уже в марте, то есть месяц, на который мы настраиваемся, когда могут отличиться сразу несколько регуляторов. Это ЕЦБ, это ФРС, может быть, даже Банк Канады, Резервный банк Австралии, Банк Японии и, конечно же, Национальный банк Швейцарии. В общем, это месяц, наверное, серьезных решений, судьбоносных. Ну, в отношении европейской валюты уж точно на рынке присутствует ожидание того, что ЕЦБ не откажет себя в удовольствии все-таки хоть как-то поддержать сейчас рынок и, например, в очередной раз снизить процентные ставки по депозитам, может быть, даже до уровня минус 0,5%. Но мы ориентируемся на более серьезное решение, это расширение программы количественного смягчения, о чем пока просто говорим, но каких-то убедительных сигналов со стороны ЕЦБ о том, что это решение будет принято, пока не было. Мы знаем то, что это долгосрочный фактор разгрузки главного валютного риска и, в принципе, его и ожидаем. Сегодня из важных событий, чтобы далеко не отходить от евро, в 17.00 по московскому времени состоится конференция Драги. Очень важное событие, потому что Драги выступает после Елен, может быть, снова заговорит о денежно-кредитной политике, влияние глобальной рецессии на еврозону, может быть, коснется темы инфляции. В любом случае, если он обозначит риски низких инфляционных ожиданий, значит, смело можно будет спекулировать на том, что все-таки в марте мы дождемся того самого решения, на которое ориентируемся. И еще хотел отметить в качестве фактора разгрузки европейского валютного актива еще и улучшение рыночных настроений, что было совершенно очевидно в пятницу, потому что даже если ориентироваться на европейский фондовый рынок, в частности, Евростокс у нас смог подрасти практически на 3% против тех потерь, которые он нес в рамках всей недели. Это 4,8% примерно так. И на прошлой неделе, да, было достаточно негатива, потому что европейский фондовый рынок умудрился просесть до двухлетнего минимума. И самый главный страх, он касался, опять же, состояния банковского сектора. И почему появился этот страх? Да потому что участники рынка стали активно говорить о том, что регуляторы вступают, опять же, в такой системный цикл, период отрицательных процентных ставок, что является одним из, скажем, определяющих негативных факторов для стабильности отрасли. И, конечно же, эти опасения, эти страхи были усилены после того, как, отвечая на вопрос о том, допускает ли ФРС возможности смягчения экономической политики либо каких-то дополнительных стимулов, Елен ответил, что ФРС рассматривает возможность отрицательных процентных ставок. Собственно, после этого мы и увидели колоссальный снова уход в защитные активы, потому что рынок в прямом смысле запаниковал. И в качестве противовеса стоит отметить еще пятичное выступление Дадли, который отвечал, конечно же, на те вопросы, которые были ему положены с точки зрения его должности, но не позволил себе, скажем, коснуться и вот этого очень острого вопроса, который был задан Елен, и отметил, что ФРС не рассматривает возможности отрицательных процентных ставок. Просто в качестве инструмента имеется, конечно же, такой стимул в арсенале, ну, наверное, как и у любого регулятора. Но о вводе подобных ограничений и, соответственно, подобных стимулов, конечно же, сейчас речи и быть не может. Может быть, именно это и стало причиной также дополнительного роста доллара, потому что мы снова увидели, как трейдеры поверили в рисковые инструменты, и спрос, опять же, на рисковые инструменты привел к росту доходности еще американских трежерис, ну и, соответственно, повлияло на динамику и фондовых активов тоже. Поэтому европейский фондовый рынок, наконец-таки, выбрался в плюс. Надеюсь, что этот положительный и настроенческий тренд сохранится с точки зрения позитива, потому что уже надоело наблюдать это ралли, которое идет по евро, учитывая то, что мы понимаем, что фундаментально вообще нет никаких оснований. Чем выше забирается евро сейчас, тем больнее, конечно же, будет падать. Но рисковать сейчас с точки зрения длинных позиций я бы все-таки не стал. Нужно придерживаться нашего системного взгляда, ждать, когда евро просядет, и уже потом готовится покупать, точнее, продавать евро против доллара. Далее идем. Доллар японской иены. Здесь также пошел откат. Если говорить про минимальные уровни 110.97 по USDN, я думаю, что как только пара преодолела сначала рубеж 115, а потом уже приблизилась вплотную к уровню 110, каждый капиталист Японии позвонил в Банк Японии со словами о том, что же вы творите. И уверен, что нечто подобное было. И если это так, то Банк Японии, в принципе, уже держит руку на пульсе, чтобы провести словесные, а может быть даже и фактические валютные интервенции, чтобы поспособствовать ослаблению японского валютного актива. Хотя сейчас иены и так слабеют без этих интервенций. Тем более, что поддержку пари USDN сейчас оказывает, как я уже отметил, улучшение рыночных настроений. И поскольку в пятницу еще мы видели и очень хорошую статистику, в частности, по рыночным продажам, которые в США увеличились на 0,2% с 0,1%. В частности, еще декабрьский отчет был пересмотрен с повышением. Также данную целых 0,2%. И я считаю даже, что эта статистика еще не отражает действительность. На самом деле, рыночные продажи должны быть еще лучше, потому что вы знаете, что на США в прошлом месяце обрушился настоящий природный катаклизм, снежная буря на восточной побережье. И, конечно же, какое-то время, несколько дней, уж точно, американцы предпочли сидеть дома, возле каминов, укутавшись пледами. Никакой розничной активности, потребительской активности в этот момент не было. Если бы убрать, скажем, этот форс-мажорный фактор, думаю, что розница вполне могла скакнуть до уровня 0,3% или даже 0,4%. В общем, хорошая статистика по США. Давно ее не было. И мы понимаем то, что ФРС, даже несмотря на слова Джанет Йеллен, непременно будет поглядывать на национальный макроэкономический фонд, потому что доллару сейчас нужна поддержка. И если дальше, в том числе и на этой неделе, мы получим получать позитивные сигналы, то снова поползут, опять же, вверх фьючерсы касательно сроков повышения процентной ставки, а точнее, количества раз изменения монетарной политики в этом году. Конечно же, о четырех разах сейчас уже никто не говорит, но парочку, может быть, мы увидим. Поэтому контрастность доллара против других активов, она по-прежнему актуальна. И усиление позиций доллара, оно может в любой момент начаться на рынке. И самое главное, этот момент, конечно же, не упустите. USD и иена у нас передвинутый, напомню, уровень байстопа со 120 до 115, потому что понимаю, что если ралли пойдет, значит, можно будет поднимать эту пару с гораздо более низких значений. А ориентир все по-прежнему 125. Фунт против доллара. Динамика фунта в последнее время крайне нелогична. В частности, если даже отойти от фундаментальной составляющей, а коснуться того, что же мы видим по поведению британцев, это диапазон хода в несколько сотен пунктов, в 200 пунктов. И в этом коридоре, в принципе, и болтается британец против своего основного конкурента, игнорируя все, что присутствует на рынке. И я думаю, что на этой неделе, конечно же, это может закончиться, потому что на этой неделе у нас данные по инфляции. Во вторник, вы знаете, что инфляцию мы традиционно по британцу используем как возможность получить какой-то дополнительный намек на изменение монетарной политики. Думаю, что если инфляция будет ниже оценки, а в этом практически не сомневаюсь, значит, фунт снова вернется в число аутсайдеров рынка Форекса. И в среду зарплатные платы также будут уже сигнализировать об отчете по инфляции на будущий период. Поэтому будем готовиться к слабости и со стороны этого фундамента. Что касается британца, у нас с актуальной котировки на текущий момент 1.4525. Ждем снижения фунта против доллара. Что касается дополнительной идеи, то дальше, скажем, на этой неделе предложу вам новую инвестиционную идею. Австралийцы все без изменений. Ждем уровень 0.70 и оттуда будем уже готовы торговать. По новозеландцу также значение 0.65 является для нас переломным для трейдинга. USDCAD сейчас по причине отката нефти снижается. Актуальная котировка 1.38.05. Но как только настроение в отношении энергоэсурсов изменится, мы снова увидим USDCAD в районе 1.40 и еще выше. Я особенно хотел отметить франка против доллара. В частности, USDCAD сейчас торгуется на отметке 0.98. Как я и отмечал, эта пара является очень интересной с точки зрения долгосрочных длинных сделок, потому что Национальный банк Швейцарии за последние три недели не меньше трех-четырех раз организировал о том, что он в любой момент готов провести валютные интервенции. Я думаю, что чем, скажем, большим будет укрепление франка в последующей торговой сессии, тем более вероятностным будет подобное решение. Текущее значение по-прежнему является отличным для долгосрочных сделок. Советую воспользоваться им, потому что дальше будет паритетное значение и еще выше. Из важных отчетов в сегодняшней торговой сессии отметим только, как я уже коснулся, конференцию Драги. Она состоится в 17.00 по московскому времени. В США сегодня день президента. Статистики важной американского происхождения нет. В общем, ждем Драги, ждем, что он скажет по монетарной политике и готовимся все-таки к тому, что долгосрочный евро будет слабее. Но допускаем, что каткосрочная еще может добраться до отметки 1.15. В ожидательной позиции советую быть также вне рынка сейчас по евро. Тем более, что у нас есть по открытому отложному ордеру уже профит. Лучше, конечно же, выйти и порадовать себя с начала недели неплохим приростом по депозиту. Вы знаете, их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube либо использовать для этого форму АМАКС. Увидимся сегодня на вебинаре в 16.30 по московскому времени. Но уже тогда, если не на вебинаре, в ходе завтрашнего брифинга, который также традиционно пройдет в 9.00 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.